Когда приходит в страну кризис, он прежде всего бьет по развлечениям. Что для каждого человека пришел кризис, для бухгалтера он не может уже в ресторане покушать, в кафешке, он начинает ужиматься. И это любой кризис он всегда бьет по шоу-бизнесу, потому что мы являемся развлечением. Поэтому, соответственно, у нас появляется больше времени для себя, для интервью, для семьи, для отдыха, которого на самом деле не каждый может себе позволить, когда есть кризис, денег нет, концертов нет. Но я на своей шкуре его ощущаю второй раз. И да, сидели, и сейчас посижим. Конечно, меньше, чем хотелось бы, но, видимо, так должно быть. И сейчас начнем потихоньку выбираться. Вот только в этом плане вот кризис на нас и воздействует. На артиста, на любого причем. Людей меньше ходят развлекаться. Все, да, я лучше дома посижу, а может быть лучше я вот эти вот 500 рублей, не на артиста пойду, а на речку съезжу, проведу два дня в палатке. Понимаете, да, то есть вот уже начинают выбирать, что важнее. Все это артисты, я его и так послушаю на диске. А что еще там было в вопросе? Людям что посоветуете? Как переживать эти кризисы? С семьей, прежде всего, если семьи нет, гордым одиночеством. Ну, конечно, в какой-то степени, наверное, придется каждому из нас затянуться. Потом уже не так себя свободно, спокойно вести. Просто его переждать, а нам ничего не остается. Сосать корягу, я повторяю. Просто быть вот этой рыбкой и увлеченно заниматься своим делом. Понимаете, там все мимо проходит. Вот, кстати, я вот это вот про аквариум историю прочитала, у меня два назват, и все, что вы мне задаете вопросы, они все приходят к тому, что нужно заниматься любимым делом, и все. На остальное все, закрывайте глаза, уши, не разрешайте себе думать вообще, кроме любимой коряги, любимого дела. Вот, поэтому, вот это единственный выход в кризис. И стараться как-то сохранить хорошее настроение, потому что бывает так поднакрывает, и депрессия. Все-таки, знаете, когда вы живете, и вся улица переживает, эта энергетика, она вас тоже захватывает. Мысли какие-то лезут, вообще не ваши. Вот, кстати, удивительно, вот, насчет то, что мысли лезут. Вот я порой вот сидишь, вот реально ни о чем не думаешь, и вдруг в голове, а я вовсе не колдун не любила. Ну, понимаете, да, вот мысли, они не всегда ваши. Вот по этому примеру четко и понятно, они не всегда ваши. Они приходят откуда-то оттуда, понимаете. Оно, вот, знаете, как вот, какие-то вот смс-ки у вас летают, да, в телефоне, но вы их видите. Вот мысли, они так же, только вы их не видите. Вы просто сидите, никого не трогаете, а у вас в голове, а я вовсе не колдун не... вот и поэтому лучше вот только она прилетает у вас в голове а я вовсе не как бы так стоп стоп где моя коряга все то есть вот это вот единственный выход момент кризиса